недалеко праге в очень сказочном месте с удивительным названием чешский рай находится один из красивейших замков чехии сихров в общем приехали мы в один очень красивый замок который еще называют кусочком франции в чехии вот такая парковка перед замком кстати очень много машин значит внутри очень много людей замок называется сихров и вот красавец какой а еще в этом замке действительно живет привидение в отличие от некоторых других которые себе придумывают привидения здесь они то она таки живет и охраняет сокровища спрятанные замки почему я говорю что он действительно здесь живет потому что это это как бы не я говорю об этом говорят люди которые занимаются паранормальными явлениями и вот они вычислили и даже зафиксировали что здесь таки да таки здесь живет привидение но во всем по порядку так замок сихров хотя конечно привидения живут во всех уважающих себя чешских замках но не все они официально зафиксированы ладно привидение привидение но в этом замке проживало еще немало интересных личностей каждый из нас знает марию антуанетту известную своим неосторожным высказыванием о хлебе и пирожных так вот после того как она поплатилась за эту фразу жизнью в замке сихров пряталась ее родственница и еще парочка аристократов бежавших от французской революции здесь жил опальный французский король карл 10 а еще в этом замке любил бывать чешский композитор антонин вожак но все это было после а началось все с того что еще в четырнадцатом веке на месте нынешнего замка была деревушка а в семнадцатом веке один французский рыцарь здесь построил замок после этого в течение ста лет собственно ничего интересного замком не происходило он просто переходил из рук в руки а в начале 19 века его купил австрийский вице-маршал шарль роган роганы это один из самых богатых и знатных родов франции они самые настоящие принцы королевской крови во времена французской революции роганы обосновались чехии а после покупки замка несколько поколений роганов подвергли его серьезной перестройки особенно сильно в отделке замка использовалась резьба по дереву оформление потолков и облицовки стен резными украшениями были реализованы чешским мастером петром бушиком который отдал отделке сихрова почти 40 лет жизни благодаря этой титанической работе сихров называют резным чудом чехии в интерьерах замка сихров сохранена антикварная мебель и самая крупная в европе коллекция французской портретной живописи а настоящее сокровище замка это его библиотека здесь хранится более 7000 томов в том числе 9 манускриптов и более полутора тысяч произведений изданных еще до 19 века а еще замок хранит очень печальную историю и связана она с бертой роган дочерью первого владельца замка шарля рогана это именно ее привидение не только часто появляется в замке но и официально зафиксирована исследователями паранормальных явлений и так берта роган была единственным ребенком у своих родителей чтобы рот по мужской линии не прервался а наследство не ушло в семью мужа берты ее выдали замуж за младшего брата отца да да вы не ослышались за родного дядю этот брак был несчастливым берта очень хотела детей но родила наследника только 40 лет но к несчастью спустя полгода мальчик умер несчастная берта сошла с ума от горя она не расставалась с мертвым ребенком спала с ним пыталась его кормить и никому не отдавала тельце похоронить ребенка удалось только подсыпав несчастной женщине снотворное могилу ребенка берти не показали так как боялись что она выроет тело после этого берта прожила еще 27 несчастных лет в итоге семья так и осталась бездетной и для продолжения линии чешских роганов берте с мужем пришлось усыновить племянников но счастливой берту это не сделала характер ее жутко испортился и по воспоминаниям обитателей замка того времени она была просто невыносимой смерть берты остается загадкой она была найдена однажды утром с кинжалом в животе до сих пор неизвестно было ли это самоубийство или кто-то помог уйти несчастный в мир иной но и после смерти берта не нашла покой черная дама а именно такое прозвище и дали стало часто появляться в помещениях замка многие замечают что здесь сами открываются и закрываются двери вдруг веет холодом слышатся стуки вздохи плач кто-то бродит по замку проносит по коридорам свечи стучит в окна и еще черная дама всегда возвращает на место вещи которые кто-то переложил или переставил но самое обидное в истории берты это то что принесенная ею жертва во избежание потери фамильных владений оказалось напрасной в 1945 году сихров был конфискован в пользу государства и вскоре был открыт для посетителей и за всем этим по сей день наблюдает призрак берты роган который не терпит беспорядка и страшно сердится когда гости сдвигают какие-нибудь и вещи со своих мест поэтому пожалуйста если вам доведется побывать в этом чудесном замке лучше ничего здесь не трогайте не злите и без того несчастное привидение итак посетила я замок сихров экскурсия по замку стоит 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 10 евро стоит чуть больше замок внутри великолепный очень красивый действительно деревянные потолки красивейшая мебель масса портретов красивых кстати одна из дам роганов или роганов как правильно сказать не знаю правильно ну да но все-таки они были французы думаю чуть иначе это произносить так вот она послужила прототипом милейди знаменитой милейди из трех мушкетеров вот но всегда есть одно но в замке нельзя фотографировать просто я не знаю почему они носятся с этими своими запретами так но возьмите либо лишние деньги ну как бы 21 век кто захочет тут возьмется какой-то тайное оборудование все сфотографирует им внутри но снимет на видео так уж точно очень нельзя не фотографировать не снимать можно сфотографировать фотографировать только в последнем в последнем зале он очень красивый может даже может быть даже один из самых красивых вот в нем можно но только фотографировать причем экскурсовод будет стоять над вами как надсмотрщик чтобы вы не дай бог не сфотографировали абсолютно все и замок не исчез я начала снимать он сказал все говорит можно я беру камеру и начинаю снимать она говорит нет 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 вы что только фотографировать иначе я не знаю что случится в общем какая разница фотографируется в общем какие-то допотопные до средневековые допотопные средневековый замок он не сильно средневековый кстати он не сильно старый но запреты в нем средневековые в общем для чего почему нельзя что что исчезнет кусок замка или я что-то там там кита да какой-то проклятие да да знаете как некоторые на фотографии своих новорожденных детей сердечки лепишь на душу не украли так вот наверное нельзя и замок фотографировать что душу я из него и приведение из него не украл что а что приведение случайно не короче замок очень красиво очень красиво ну кто сюда захочет прийти будете готовы к тому что здесь допотопные запреты на территории замка много кафешек одна за мной прям там здесь еще одна и на территории там огромный парк огромный парк перед замком очень красивый ну сегодня еще жара адская больше 30 градусов ну вот на территории парка там бывший этот скленик как по этот русский слой не суть там очень красивый этот кафешка я до него не дошла до этого когда этого кафе до этой кофейни не дошла потому что вот нет подышите я сначала не рассказала мы когда подошли кто любит купить билет билет в замок но нас прилетел охранник собакой нельзя собаку нельзя даже в сумке проносить на территорию парка мы говорим догона в сумке она маленькая но нельзя вот тогда уже заподозрила я что дальше будут еще какие-то запреты так вот поэтому я пошла одна этих сидел собакой перед замком потому что как собака сидел перед замком я пошла одна и вот если вы зайдете на территорию парка куда нельзя с собаками заходить там будет еще кафе бывшей теплицы какой-то там в общем я видел ее вдалеке красиво очень ну через такую жару через парк идти вообще не хотелось там еще какие-то фонтанчики место красивое место красивое замок очень красиво ну больше создам понравилась резьба по дереву которую создал чешский мастер очень красиво красивые потолки красивые лестницы ну вот эти запреты почему почему они бы еще вот когда человек заходит на экскурсию они говорили так а теперь господа закрываем глаза и я вам буду рассказывать что здесь сейчас можно и очки наверное купить которые снимать это все вот ну в общем ладно замок красивые фотографии можно найти на интернете красиво перед замком и говорю кафешку здесь очень много кафешек но самое красивое знаете что здесь это чешский рай здесь рядом есть парк под названием чешский рай не знаю если мы сюда поедем мы сейчас хочу съездить еще одно очень интересное место которое тоже здесь рядом находится но не знаю с вами будем сегодня в чешский рай но у кого будет время обязательно приезжайте в чехии обязательно и езжайте в чешский рай это очень красивый заповедник и еще в этих в этой местности добывают самый красивый самый лучший самый лучший гранат чешский гранат в общем все здесь все здесь и и и замок здесь ночью а мы идем дальше и я когда сказала за гранат эти говорит как гранат он что-то решил что гранат этого тот который лучший в азербайджане считается я имела ввиду чешский гранат это камень гранат который действительно в чехии считается лучше и вот здесь находится рядом городок турнов да да турнов и вот в турнове действительно если кто-то кто-то едет в чехию и хочет купить гранат чешский так только туда от прям здесь рядом и вот находимся непосредственные близости идем дальше вот отсюда не видно но там прям на углу кафешка замки вот здесь кафешка и в парке кафешка в общем здесь вас голодные не оставят парковка стоят это два с половиной евро прям перед замком если что-то ездит сюда из праги а вот еще здесь еще и ресторан кстати если автобус кто-то ездит из праги я даже не знаю сильно сомневаюсь ну да да ресторанчики вот ресторанчик да тут центр альсхаймера дом альсхаймера итак мы приехали в одно место это прямо возле замка сихров и прежде чем рассказать об этом месте хочется вот что заметь я занимаюсь шампанским и так как часто бываю в шампане то знаю что есть вина шампанские которые знают и пьют во всем мире это конечно маркетинг очень хорошо работают таких домов например как мое теншандо кто не знает мое теншандо все знают или вдова клику а есть вина которые пьют только там во франции которые пьют настоящие истинные оценители шампанского так вот с пивом также все знаем плзень все знаем старопрамен все знаем гамбринус козла и так далее но есть такие пивные марки которые очень популярны у местных и они ничем не хуже чем вот эти раскрученные а может быть даже в чем-то лучше вот на один такой пивзавод мы сейчас приехали называется он свияны сейчас мы о нем расскажем и вот что еще хочется заметить заводу почти 500 лет почти 500 лет здесь варят пиво то есть пиво проверено временем еще каким всеми огромными пивоварнями чехии владеют международные пивные корпорации а вот пивоварня свияны это чисто чешский семейный бизнес это пивоварня всего лишь небольшое предприятие им далеко до крушовицы козла старопрамена или ползенского праздруя но при этом они вышли на шестое место по производству пива в чехии свияны в отличие от всем известных пивных гигантов используют классический способ брожения в открытых ваннах здесь нет никакого ускоренного брожения и прямо возле пивзавода свияны находится одноименный замок замок свияны этот замок когда-то выкупил пивзавод свияны и отреставрировал его и теперь здесь не просто замок а отель и вот приехать сюда я очень рекомендую хотя бы потому что во первых здесь великолепный замок в котором только что были я не имею ввиду свияны и имею ввиду сихров свияны наверно тоже великолепно просто мы здесь никогда не останавливались здесь великолепный замок сихров здесь очень хороший пивзавод и здесь как я уже перед этим говорила находится чешский рай чешский рай это удивительно уникальное красивейшее место в котором можно фотографировать а там есть что фотографировать вот и еще здесь находится город турнов в котором можно купить качественный чешский гранат но это для любителей граната ну вот сейчас вам еще раз покажу вот отель замок отель самый настоящий замок которым сейчас отель и который находится прямо возле вот перед нами пивзавод пивзавод свияны так что здесь в этом отеле что здесь предлагают а вот этим самым замок можно посетить в качестве экскурсии за 4 евро ну или или здесь пожить а вот здесь вся информация вот об а замке а пивзаводе но я вам расскажу все об этом пивзаводе везде даже видите есть какие-то пивные лазни и санаторий пивной в общем вот такая вот здесь программа культурная пивоварня свияны не пастеризует пиво даже баночная а еще это пивоварня категорически не разливает пиво пластиковые бутылки работает пивоварня от 1564 года основал ее пан ярослав из вартенберга после его смерти пивоварня перешла к их ему шлику позже он был казнен как активный участник восстания против габсбургов а в 1621 году пивоварня перешла роду у вальштейнов а еще позже здесь обосновались роганы и присоединили пивоварню к городу сихров а посмотрите как эдик пришел в конкурирующую организацию мы с ним были недели полторы назад в кузинском праздрое и вот так вот он бессовестно приходит конкурентом и вот мы вот честно говоря не сильно можно я не сильно поинтересовалась вот этим замком свияны но вот сейчас мы взяли здесь рекламный буклетик и выяснилось что замок свияны который вот здесь вот прямо на территории завода он тоже принадлежал вот этим роганом вот а сейчас он принадлежит пивозаводу ну и смотрите здесь да я уже там снимала да здесь думаю для любителей пива очень даже неплохо отдохнуть ну а мы еще сели здесь кафе пивное кафе как правильно в пивной ресторан да ну и что тут у нас по ценам миша миша что у нас тут по ценам ты уже посмотри так а где цена на пиво она это не серьезно это уже не пиво так пивня так вот вот также свияны 31 крона 0 тройка 31 крона это вообще ничего 25 крон 1 евро в общем кому не лень считать вот но здесь еще находится вот там через дорогу быть старость не радость магазин с местной продукции но мы зайдем посмотрим что там и декуте так у тебя такое вот тебе такую скобу привозили сегодня пивоварня свияны это семейный бизнес мирослава кучеры который в 1997 году спас завод от разорения пивовар свияны входит в десятку лидеров пивной отрасли чешской республики вообще в этом году пивовару 460 лет посмотрите так что вот так через 40 лет будет 500 и вот смотрите прямо здесь есть находится пивоварская пивоварская продейна то есть магазин зайдем посмотрим зайдем посмотрим продавим ну чем гордиться пиво свояны тем что они не продают пиво в пластиковых бутылках но зато двухлитровые у них есть жестяные банки на 2 литра и и и и и и вот смотрите у него срок годности до 26 седьмого здесь два литра вот действительно у них понравилось что очень маленький срок годности пива действительно вот сегодня у нас 20 а сегодня 29 июня а там пиво у них стоит которая до 26 июля срок годности у него только вот так но мы стали у них не стали них пиво покупать мы купили просто бокал ну чтобы зря не ходить и сейчас мы едем дальше здесь находится рядом еще один замок который можно фотографировать в который можно заводить собак у этого замка интересная история не так интересная история самого замка как интересная история возникновения его названия но обо всем расскажем по порядку так и мы про наше замок лежит через вот этот парк который я говорила четкий рай витике хоро здесь болото и вот тут уже начинаются горы это очень красивое место мы были в подобном месте который называется Женско. Это видео есть у меня на канале, очень интересное. Там, кстати, недалеко от Женско случилась знаменитая трагедия, когда стюардесса пережила падение самолета. И вот там тоже такая красивейшая природа. И вот здесь, здесь очень красиво. Вот мы сейчас едем дальше. И вот смотрите, на какой скале стоит этот замок. И весь этот парк, Чешский рай, вот если там вдаль присмотреться, он вот именно в таких скалах. Это такая красота. И среди всей этой красоты находится этот град, который называется Кость. Кость, просто кость. По-чешски это кост, без мягкого знака на конце, а по нашему кость. И история возникновения такого названия, ну, возможно, это легенда, а может и нет. Ну, я люблю такие истории, и поэтому я вам ее обязательно расскажу. В общем, идем мы в город Кост. Смотрите, как красиво, да? И вот мы подойдем к такой горе. Вот. И напротив всей этой красоты идет Эдик. И стоит город Кост. Здесь можно фотографировать. Сюда можно приходить с собаками, с котами, с попугаями. Я не знаю, как эти говорят, в тот французский замок нельзя было ни с собакой, ни с мужем. И он так расстроился, что прямо вот он устоял, пошли в Кост. Там можно и с мужьями, и с собаками. Вот. А тут я сейчас зачекинюсь. Иди-ка сфотографируй меня здесь. В далеком пятнадцатом веке средневековый замок Кост был самой настоящей неприступной твердыней, взять которой было очень сложно. Но не оставлял надежду взять неприступный замок прославленный чешский герой Ян Жишко. Несколько раз ходили его солдаты на приступ, но защитники замка раз за разом отбивали все атаки неприятеля. И тогда Ян Жишко решил взять замок измором. Его войска полностью окружили замок. И через несколько недель в замке Кост начался голод. И вскоре из всей провизии осталась лишь кабанья-голова и бурдюк с вином. Мне очень нравилось. Смотрите, здесь что они написали. На входе в замок. Не в замок, а на входе к Каасам. Написали. Пейску ужиси кост. То есть собака, насладись костью. То есть сюда опускают собак, что немаловажно. Потому что вообще Чехию называют страной собачников. И очень странно иногда становится, когда ты приходишь в замок. Окей, вы не хотите пускать собачку маленькую в сумке, в замок прям внутрь. Ну, на территорию, в сумке. Если никто не будет ее выпускать, чтобы она ходила в туалет. Почему не пустить? А вот сюда можно. Защитники замка уже начали подумывать о том, чтобы сдаться. Как вдруг хитрый повар предложил план с радостью, поддержанный обитателями крепости. В тот же вечер воины Яна Жишки, стоявшие на страже у стен крепости, услышали звон бокалов, стук посуды и радостное пение защитников замка. Расстроились воины Жишки и начали жаловаться, что их военачальник выбрал неверный путь. А внутри, за стенами замка, теряющие сознание от голода защитники, перебросили через крепостную стену кабанью голову и бурдюк с вином, с криками. Это вам, гуситы! Повеселитесь с нами! У нас еще много еды и вина, и мы будем праздновать еще очень-очень долго. В армии Яжишки поднялся ропот, и вскоре ничего не оставалось, как армии снять осаду и уйти от стен замка. В общем, здесь можно купить билеты. Билеты стоят в районе. Дело в том, что мы пока пришли, они нам говорят, что пять минут назад все это дело закрылось. Поэтому в замок мы не попадем, к сожалению. Ну да ладно. Ну стоят где-то там, что-то я быстренько посмотрела, там стоило около 200 крон, 200, ну короче, около 220 вроде бы, ну чуть меньше, чем 10 евро. Вот, и эта экскурсия целый час по замку вас будут водить. В замке все можно фотографировать, если вы с собачкой, можете прийти с собакой. Но последняя экскурсия только что ушла, мы не успели. Ну, будет повод вернуться. После этого Янжишка был очень зол из-за своей неудачи и в сердцах крикнул. Этот замок твердый, как кость. Только собака сможет сожрать его. Вот так и появилось название этого замка – кость. А тогдашний владелец крепости Миколаш Заяц в память об этом событии добавил на герб замка кабанью голову. В общем, смотрите, какая здесь красота. Что это за колодец? Вот это все на территории Чешского рая. Ну, тут только начало Чешского рая. Там, если идти в глубину, там очень красиво. Очень красивый парк. С такими песчаными скалами. Ну, все это когда-то было дном морским. Но со временем вода ушла. А вот эта красота осталась. А потом уже здесь построили замки. Которые сейчас после пяти часов вечера не пускают. Потому что работает замок до пяти. В общем, вот так вот. Да, от июля, да? А, вот. Ну, я где ходил, узнавал. От июля замок до шести. Ну, мы видели фотографии из этого замка. Очень красиво, мне понравилось. Там пойти? А, да, уйдем? И вот смотрите, здесь отельчики. Отель под костью. Здесь даже есть какой-то замок-отель. Я когда-то, помню, давно смотрела. Какой-то замок-отель прям с видом на кость. Ну, что-то я либо что-то напутала, либо не совсем это замок. Может, это имелось в виду. В общем, вот такая красота здесь. Много чего пережил замок кость за свое существование. Но самой трагичной стала для замка ночь с 18 на 19 мая 1635 года. Тогда он был практически полностью уничтожен пожаром. Новая хозяева. Чернины из худениц немного восстановили замок, но использовали его в основном для сельскохозяйственных целей. И лишь с переходом замка в собственный с рода кинских ему было возвращено его прежнее величие. Сегодня замок принадлежит семейству кинских. Дальбоджи является памятником готической архитектуры. В общем, здесь одним замком не ограничиваются многие. Приезжают в замок и потом идут в горы. Тут действительно есть тропки. Вы можете уйти прямо в этот великолепный парк. Парк со скалами. Там такая красота. Не знаю, если мы сейчас где-то выйдем, чтобы было это видно, тогда мы, конечно, это покажем. И те силы, не то чтобы нет. Сегодня обещали 30 градусов, но впечатление, что все 50. Адская жара просто у нас. Сейчас нужно быть возле моря, конечно. А мы на море мы пойдем только через 2 недели. Поэтому если мы что-то увидим, то, конечно, вам покажем. Вот это у нас лето началось наконец-то. Только недавно был собачий холод, и вдруг, ба-бах, такой переход. Ладно. Если что-то красивое увидим, обязательно покажем. Я вам сказала, что как только что-то красивое мы увидим, мы вам покажем. Выезжаем мы из-за града Кост, проезжаем чуть-чуть. И что мы видим? Тут не видно, но сейчас подойду ближе, покажу. Просто вот серьезно. Я не знаю, есть ли еще одна такая страна, где от количества замков кругом голова. Это только чехия. Ну, в общем, едем им на кладбище. Ну, во-первых, вы смотрите, как раз на звезда на кладбище. Сейчас покажу ближе. В честь советских. Слава советским героям написано. Храбрые. 14. В общем, здесь похоронены 14 красноармейцев. Их похоронили в 49-м году. То есть, видимо, нашли и перезахоронили. Ну, вот такая красная звезда. Честь вам советских героев. Да, честь вам советских героев. Написано по-русски. И кладбище. И Эдик заставляет меня идти на кладбище. Я вообще не хотела заходить ни на какие кладбища. Я хотела покатить издали. То, что мы увидели. Нет, Эдик, давай на кладбище идем. Кстати, вот кладбище. Деревенское. Да. И прямо за кладбищем. Замок. Ой, что за мода по кладбищам лазить. Смотрите. Он так красиво был виден, пока мы ехали. Эдик говорит, что ты боишься? Говорит, по 1-6 гуляла, а тут прям не можешь. Да к мне и на 1-6 неуютно было прогуливаться. К кому? Я, я. Кто любит перескать? Какое-то заброшенное здание. Ой, у меня стало страшно. Сейчас бы тут хорошо была песня группы Король и Шут. Нет, Эдик, мы не нашли выход к этому замку. У меня птица. Вот я иду, тут птица закричала, и я испугалась. В общем, выбежали мы из замка. Ой, из замка, из кладбища. Вот здесь вот даже указатель. Замок называется. Вообще, я о нем впервые слышу. Замок называется Гумприхт. Гумприхт. Блин, и он там. Тут его чуть сейчас не видно. А, тут написано Шлост. Замок Гумприхт. В общем, что это за замок, вообще не знаю. Потому что, действительно, в Чехии пару метров проехала новый замок. Если я о нем что-то найду, я, конечно, о нем расскажу. А если не найду, просто покажу. История замка Гумприхт. Надеюсь, говорю правильно. Меня не впечатлило. Меня не впечатлило. Но построил человек с такой же фамилией. Как охотничий домик. Все. Все. Были деньги. Были деньги, человек построил. Теперь здесь проходят выставки и концерты. Но, думаю, самое интересное в этом замке то, что если подняться наверх, на смотровую площадку, то с нее видно, например, бездес. Замок, который мы недавно посещали. И видео есть об этом замке. Замок, в котором живут бесы. Вот здесь, вот так здесь. Где? Вот так здесь будет. А, ясно. Ссылка. Вот. Замок симпатичный, красивый. Увидела его ночные фотографии с воздуха. Надо будет тоже вставить. Не наши? С воздуха. Да. Вот. Очень красиво смотрится. А почему у него там смотреть? Да, полумесяц почему-то наверху смотреть. Он какой-то... Да нет. Видите? Полумесяц. Красиво. Смотрите, здесь такая вот еще зона отдыха. После того, как вы взберетесь сюда. Ну, это лучше, чем бездес. Кто видел наше видео из замка, в котором находятся врата ада, Голлска и замка бездес, как мы карабкались в бездес, тот поймет о чем. Тут, конечно, мы тоже чуть-чуть покарабкались, но пыль для моряков по сравнению с бездес. Красота, красота. Вообще, вот серьезно, мы выехали из Кост и буквально сколько мы проехали? 3 минуты, 4. И видим вот этот замок. Он тоже на пригорочке, поэтому хорошо просматривался с дороги. Вот просто. И тут еще рядом есть замки. Вот действительно, просто если начать все их обходить, то, наверное, к утру домой не успеем. Ну, здесь очень много этих зрителей. Развалин. Зрительный, значит, развалин. Да, здесь есть развалины, которые просто... Реконструкции замков. Развалины замков, которые просто уже не восстанавливает никто. А это, конечно, хорошо сохранился. Но он не так... Ну, они сделали реконструкцию. Ну, да. Реконструкцию сделали. А, да, 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 да. Ну, вот. Вот какая красивая, интересная Чехия. Сюда бы еще и море. И цены бы этой стране не было. Да, вот так. Ладно. Поедем мы уже домой. Не знаю, если еще что-то увидим. Я думаю, еще что-то увидим. Но буду ли я это снимать, уже не факт. Если не, я буду. Любитель замков. Эдик. Я вообще... Я не любитель замков. Я любитель водопада. Да, я вообще сюда идти не хотела. Эдик меня потащил через кладбище. Вот. Ну, в общем, если что-то красивое увидим, мы вам покажем. Но я уже хочу домой. Потому что завтра я еще иду на балет. Прокофьева. Музыка Прокофьева. Балет Ромео и Джулиетта. Вот. Поэтому хочу уже домой. Давай пошли. Еще четыре звука нас ждут. На вершине горит. Да, вот так здесь нужно спускаться и подниматься перед этим. Ступеньки очень крутые. Так что полубездес. А как красив замок в лучах заходящего солнца. Твористы еще идут, кстати. Я думаю, когда солнце будет садиться за замок, будет очень красиво. А вот здесь, кстати, вся информация об этом замке. Охотничий замок Гумбрэхт стоит, в общем, 342 метра. Постой был построен архитектором Лурагем. Лурагем, ага. В году 1666-1668. Пурок для графа Гумберхта Яна Чернина с Худениц. Так что вот. Ничего другого о нем, кстати, нигде не пишут. Ну, здесь просто можно еще раз прочесть. Я на интернет зашла. Нет, есть в Чехии много таких мест, очень красивых. Ну, с историей такой себе. Возле Праги есть очень красивый замок. Пургонецкий. Пургонецкий парк, Пургонецкий замок. Кто знает, кто был, конечно же, это очень восхитительное место. Но истории там интересные. Нет, от слова совсем. И мне тоже туда ехать особо не хочется. Ну, может, как-нибудь съездим. Ну, прогуляться, да. Место красивое. Ну, у нас абсолютно, у него там, чтобы история такая рассказать. Взяли бы, да придумали хоть что-нибудь. Хотя бы парочку легенд каких-то о привидениях. Хоть бери и сама придумывай. Вот. Место очень красивое. Так это. Красиво очень, да. Вот так вот. Думаю, там очень красивая фотография. Сейчас люди шли прям с таким фотоаппаратом профессиональным. Думаю, вот очень красивые фотки на закате. Значит, ладно. А еще там впереди деревенька. Вот. Красиво очень здесь тоже. Но это еще не конец. Меня Эдик чуть ли не силой привез в чешский рай. А даже не так. К воротам рая. К воротам чешского рая. Я не шучу. Я сейчас покажу вам и докажу. Вот. Это вход в чешский рай. Это парк. Здесь очень красивые скалы. Вообще, этот вход платный. Сейчас смотрю бесплатно. Потому что, видимо, уже никого нет. Здесь изображены эти скалы. Это очень красивое место. Но сюда нужно ехать отдельно. Прям гулять, рассказывать об этом месте. Рекламой этому месту служит, конечно же, город Кост, в котором мы только что были. Вот. Здесь там очень много кафешек всяких. Отельчиков. Что, Эдик? Что там? А, тут картинка. Картинка. Эдик говорит, покажи картинку. Праховские скалы. В общем, показали мы вам сегодня ворота рая. А не за мной. Показали мы вам сегодня замок с грустным привидением. Замок Сихеров. Показали мы вам сегодня замок Ковст. Ковст. И замок, название которого я уже умудрилась забыть. Вот этот охотничий, в котором мы только что были. И по дороге уже в Прагу остановились возле рая. Возле входа в рая. Ну, в рая нужно, говорю, действительно, нужно ехать отдельно и показывать. Там есть что показать. И карабкаться в горы. Там очень красиво. И главное не в такой обуви, как мы сегодня. Я в босоножках. Там точно мне делать нечего. Сломаю ноги, если поеду. Так что вот это место однозначно рекомендуем всем. Чешский рай. Ну, все. А теперь все. Всем спасибо. Спасибо, что были с нами. Эдик. До свидания. До свидания. До новых встреч. И до новых приключений. Субтитры подогнал «Симон»